Приветствую вас еще раз. И давайте мы с вами теперь разобьем ваш вопрос на две таких составляющих. Первая составляющая будет касаться того, что вы называете себя выжженной землей. Вы не знаете, какая вы теперь после вашего горя, ваших травм и так далее. И естественно, раз не знает кто вы, то сложно представить, чтобы вы могли построить сколько-нибудь успешных отношений в этой ситуации. В самом деле, я совершенно не просто так предлагаю вам разделить ответ, разделить вашу проблему на несколько частей. Ну, это всякие будут в одной записи, конечно, вы не подумайте, но это нужно для того, чтобы все-таки вы разграничивали. Есть ваша личная, скажем так, область, область ваших ценностей, область той, с кем вы являетесь, той, с кем вы хотите быть, ну и так далее. Есть область отношений с мужчинами, где вы уже вынуждены проявлять себя, ну, скажем так, совсем по-другому. Где вы вынуждены будете проявлять какие-то аспекты свои, аспекты в соответствии именно с тем, что вы сами для себя хотите. И если вы не знаете, чего вы хотите, не знаете, какая вы, то, соответственно, и отстроить отношения с человеком, который не знает, чего он хочет, который не понимает, куда ему стремиться и что делать, даже, к сожалению, нельзя. И поэтому начнем мы с вами с того, что скажем. Сейчас у вас происходит тот период в жизни, когда вы только, условно говоря, когда вы только оправляетесь от тех потрясений, которые на вас свалились. Боль утраты, о которой я неоднократно вам говорил, она пройдет. Боль потери, которая затмевает собой все, что у вас есть, тоже пройдет со временем. А после этого начнут появляться новые чувства, начнут появляться новые какие-то желания, новые потребности и так далее. Вообще говоря, откровенно, у вас уже сейчас, на данный момент, эти самые желания и потребности уже дают о себе знать. Только как они дают о себе знать? Вот вам хочется, по вашему мнению, там, флиста, вам хочется, по вашему мнению, мужского внимания и так далее. То есть уже сейчас, несмотря на то, что вы переживаете определенный кризис в своей жизни, у вас есть некоторые желания. Именно желания являются тем ориентиром, условно говоря, ориентиром, который вы будете использовать для достижения, для выполнения своих задач. Которые вы, благодаря своим желаниям, будете вставить. И в принципе, в принципе, это вот на данный момент единственное, о чем вам нужно думать сейчас. Ваши желания, ваши потребности, это то, что создает потенциал для будущих целей и задач. Для будущих вас, скажем так, для будущих, новых вас, которые вы будете. Вы пишете, что у вас большие проблемы с личным весом. Вы пишете, что эти проблемы, они вам очень не нравятся. И вы пишете, что вы не воспринимаете себя сейчас, как привлекательную, красивую женщину, которая могла бы понравиться мужчинам. И не твертуете вы другими мужчинами, потому, что боитесь отказа. Отказа с их сторонами. Ну и кроме того, они женаты, что тоже, я надеюсь, играют немаловажную роль, потому, что все-таки с женатыми мужчинами строить отношения, я надеюсь, вы понимаете себе дороже. И вот здесь мы уже с вами на этом этапе определили, что вы так себе не нравитесь из-за внешнего вида. Значит, именно внешний вид вам и требуется в первую очередь приводить в порядок, чтобы самой себе нравиться. Чтобы саму себя устраивать. Вот это первый момент. Далее вы пишете, что полная женщина никому не нравится. И это вытекает прямо, по вашим словам, из тематических блогов и ответов на мейлеров. Вы знаете, интернет – это очень специфичная среда. Интернет – это среда, как это ни странно, категоричных суждений. Интернет – это среда, я бы даже сказал, голословных суждений. И люди там, которые высказывают свое мнение, они не то чтобы этого мнения не придерживаются. Они не всегда говорят в интернете то, что думают. А главное, что они очень зависимы там, в интернете, от, скажем так, общей моды, от общего какого-то направления, настроения, если угодно, которое царит в каком-то обществе, в каком-то кругу общественном, в этом самом интернете. И поэтому, когда вы видите такие фразы, что вот полные женщины мужчинам не нравятся и так далее, это не так. Простите, кто говорит, что полные женщины мужчинам не нравятся? Кто это говорит? Это говорят мужчины? Ну, то есть, другие мужчины, да? Наверное, это говорят. Хорошо, пусть так, пусть так. Простите, эти люди что, они говорят вообще за всех мужчин или как? Вообще, наиболее правильная и грамотная позиция, это то, что сколько людей, столько имели. И что касаемо мужчин, то столько мужчин, сколько и вкусов. Вы знаете, вот лично мне, даже мне, я уж молчу про все остальное, лично мне приходилось самому наблюдать, как идет пара, в этой паре мужчина, достаточно хуйненький, а с ним женщина. Ну, естественно, знаете ли, достаточно в теле. И, вот, она в теле. И, казалось бы, что мужчина такого нашел в этой женщине в теле, да? Ведь она, что, некрасивая, да, вот, следуя тому, что вы говорите, не соответствует, так сказать, общепринятым нормам и так далее. Ну, вы знаете, мужчина-то любит глазами, как говорят, но эта любовь к глазам, а только в начале отношений работает. А потом, потом, это отходит на второй план, на самом деле. И важно становится уже не то, какая женщина снаружи, а главное становится то, какая женщина внутри. И бывает, что женщина снаружи, как куколка, знаете, такая куколка, модель, но внутри, это такой яд, такая отрава, что мужчина проведет с ней какое-то время, а потом убежит, в ужасе, в страхе, он убежит. И почему, спросите вы, он так в поступать? Потому что жить с такой женщиной невозможно. А теперь мы делаем несложный вывод. Что вам нужно себя любить. Конечно, у вас есть некоторая проблема. Дело в том, что раньше-то вы были другой, как я понял из вашего сообщения. Значит, у вас не было такой фигуры, и мужчины воспринимали с вами как данных. А теперь, теперь вам нужно возвращать вновь то, что было у вас тогда. А это требует сил, это требует времени, это требует, так сказать, затрат, в том числе и материальных. И вам все это представляется достаточно сложно. Вы знаете, наверное, я, по вашему мнению, сейчас должен буду сказать такую фразу, что вам нужно худеть, вам нужно записаться в фитнес-зал, понятно, спортом, ну и вообще как-то озаботиться своим внешним видом. Если вы хотите, тебе нравится. На самом деле, я так не скажу, потому что вам нужно понять одно. Так как было раньше, уже не будет. Когда человек выжигается изнутри, ничто не остается таким, каким было. Когда человек выжигается изнутри, разрешается вся его система ценностей. А новые ценности образуются стихийно. Что значит образуется стихийно? Это значит, что Вот, что вам оказалось наиболее полезным в вашем тяжелом периоде. Что оказалось для вас наиболее, ну, скажем так, эффективным. То и стало новой ценностью. То есть ценности образуются как бы в результате перебора определенных действий. Перебора алгоритма определенных действий. Которые либо дают негативный результат, либо дают положительный результат. И вот от того, дают ли положительный результат определенные действия. И можно свидетельствовать об образовании новых ценностей. И на самом деле, на самом деле, вот это факт. То есть вы не знаете, какими эти будут ваши ценности новые. Может быть, вы примете себя такой, какая вы есть. И будете развивать свои личностные качества. Например, осознайте смерть родителей. Смерть ваших родных. Поймете, что главное в жизни – это привязанность, теплые отношения, взаимопонимание и так далее. Будете работать над проявлениями, если хотите, своей душевной силы, своей душевной энергии, своего душевного ресурса. То есть вы будете переориентироваться на то, что вам сейчас наиболее важно. И начинать этот процесс, конечно, нужно постепенно. Простите себя для начала. Что вам сейчас важно? Вот вообще, в общем, в глобальном смысле этого слова. Что вам важно? Важно ли вам, скажем, материальное положение? Важно ли вам, скажем, что-то еще, что-то другое? Важно ли вам, в первую очередь, отношения людей? Или что-то еще? Просто переберите в своем сознании или, если угодно, выпишите на листке бумаги те ценности, которые вообще есть у людей. Я не буду вам их все перечислять, потому что они уже свои. А если вам я скажу, то это, может быть, негативно скажется на вас, то есть вы увидите для себя в этом подсказку. Мне бы этого не хотелось. Поэтому ценности вам нужно будет выписать самой. А дальше просто прислушиваться к себе. На какие ценности вы отреагируете, ну, скажем так, острее всего? Какие ценности будут у вас вызывать ощущение раздражения? То есть, негативную реакцию. Какие ценности у вас будут вызывать, ну, просто вот вам будет все равно вообще? Вот именно так и нужно решать вопрос. Постепенно, определяя для себя, что именно вам важно. Это можно определить только через, знаете, через столкновение, через взаимодействие с процессом, через взаимодействие с объектом того, о чем идет речь. И вот так постепенно вы начнете вырабатывать у себя некую новую схему ценностей. Понимаете, ведь когда человеку больно, вот, знаете, ну, давайте такой пример приведем. Простой. Например, вот упала человеку на ногу, например, какая-то тяжелая вещь. Ну, больно. И как вы думаете, вот какие потребности в этот момент человек, ну, вообще говоря, испытывает? Наверное, этот человек не думает в этот момент о, скажем, каком-то творчестве, да, о каком-то, скажем, там, приобретении и так далее. Человек думает только о том, что ему больно. Вот, и давайте мы с вами скажем так, что вам пока больно, вы не нуждаетесь ни в каких других желаниях. Они отходят на второй план. Но важно эти свои желания все-таки вспомнить. Или хотя бы иногда напоминать себе о них. Потому что, вот, вы смотрите на вот этот список ценностей, о котором я говорю. И неделя прошла. Вроде бы ничего не изменилось. Вы вроде бы так же воспринимаете этот список. А еще неделя прошла. И тут вы замечаете, что какие-то изменения все же случились. Что-то у вас нашло отклик нового в том, что вы воспринимаете. Чего-то вам захотелось больше. Чего-то вам захотелось меньше. Потому что вот эта вот общая боль, которая у вас осталась, она будет проходить. А ценности будут о себе напоминать. И вы будете открывать для себя новую систему этих самых ценностей. Но нужно по возможности забыть о том, что было раньше. Как я уже сказал, как раньше не будет ничего. Вот знаете, вы используете такую фразу, как выезженная земля. Вот землю вышла, да, старую дрову или старые растения, старые деревья, их не вернуть. Вырастут новые. Другие. Они будут другими. Так же и у вас. Ваши ценности будут другими. Переплетаться они будут. Так же по-другому. И здесь вам очень важно доверять своим эмоциям, доверять своим переживаниям. Как можно чаще, как можно лучше, как можно тщательнее прислушиваться к самой себе. Чем лучше вы будете к себе прислушиваться, тем больше шансов, что вы сможете зафиксировать сигнал, который подаст вам ваше сознание или подсознание, пересекаясь с определенными жизненными обстоятельствами и ценностями. Вот вы считаете, например, что вы никому не нужны. И считаете вы, что полная женщина это, ну, только вот может мужчину приласкать и решить все проблемы мужские. Ну так простите. И худая женщина точно так же может это делать. Да и полная женщина может вообще ничего не делать. Знаете, то, что у вас внутри, ваш настрой, ваш запал, он определяет то, какими будут отношения. Вот потеряли вы своих родных, потеряли вы поддержку с одной стороны. Потеряли вы их любовь. И что происходит теперь с вами? А с вами теперь происходит такая ситуация, что вы учитесь жить самостоятельно, без поддержки того ли. Да, это очень тяжело. Да, это больно. Это ужасно. Но вы привыкнете. Сейчас происходит адаптация к новым жизненным условиям. И эта адаптация пройдет. Она однажды перестанет быть для вас заметной, то есть вы смиритесь с тем, что у вас есть. На процесс смирения можно ускорить. Как? Процесс смирения можно ускорить уставаемостью и активностью. То есть побольше вам нужно сейчас заниматься разными делами. Поменьше сидеть наедине с собой, например. Побольше бывать где-нибудь вне дома. Побольше уставать. Самое главное, что для общения, для взаимодействия нужно, чтобы вы, чтобы вы расширяли свой круга. Чтобы вы постоянно развивались, чтобы вы не останавливались. Ведь если вы будете, как бы это сказать, умело разговаривать. Если мужчина видит, что вы цените себя, что вы любите себя, то вы принимаете себя такой, какая вы есть, то и мужчина тоже вас будет принимать. Как мы уже сказали, успешность личной жизни не зависит от внешнего вида. Есть такие мужчины, которые любят пустых женщин и пустые формы. Они есть, и что открывать, я лично таких мужчин тоже знаю. Да и все эти формы, они отходят на, знаете ли, второй план. Когда человек раскрывается с какой-нибудь новой для себя стороны. И именно в этом вам и нужно сейчас сконцентрировать свои силы. Раскрываться с той стороны, которой вас сейчас не хватает. То есть, как мы уже сказали, прислушиваться к себе. И когда какие-то новые ценности вы сами для себя откроете, осознаете, поймете и выделите, вот тогда у вас и появится примерный, ну хотя бы примерный план того, как вам следует поступать. Что вы будете делать? Может быть, вы действительно будете возвращать свою фигуру. Может быть, вы будете раскрывать другие свои черты. А фигуру будете лишь подчеркивать. Если вы будете душевный, понимающий, создающий уют женщины, то, поверьте мне, Серьезный мужчина. А говоря серьезный, я говорю это в буквальном смысле слова. Серьезный мужчина. Глубоко наплюет на то, как вы были. потому что уверен, у него были, скажем так, женщины с красивой внешней фигурой, да, но при этом совершенно отрастительны на внешние проявления. Если мужчина не серьезный, и если он ищет себе именно женщину для развлечения, то понятно, что вам будет посложнее, что здесь только сыграет роль то, что, например, у мужчины именно девиации на тему женщин есть определенные комплекции. Но я думаю, что и вам особо-то отношения такого плана не очень нужны. Я думаю, что вам нужны серьезные отношения. А в серьезных отношениях, поверьте мне, важно, как человек себя ведет, как человек себя преподносит. Скажу вам здесь откровенно, что как мужчина, как мужчине, мне гораздо важнее, как женщина себя ведет, какая она вообще в отношении ко всему. не только к мужчине, отношением к жизни, отношением к себе самой, чем ее внешний вид. А вы знаете почему? А потому что внешний вид, комплекция тела, это не более чем оболочка. И эта оболочка, что уж греха таить, достаточно, знаете как, апропоморфно. Не очень хорошо вспомню это слово, поэтому неправильно могу его приносить. По-моему, это антропоморфно. Вот так, антропоморфно. Ну, еще раз, говорю, неправильно, неправильно могу этот слоган выговаривать. Подзабыл, если честно, его. Так вот, то есть оно меняется. И в определенные моменты нашей жизни, наше тело может быть одним, потом другим, но суть от этого. Человек от этого хуже не становится никак. И это то, что вам нужно в первую очередь понять. Итак, как я уже сказал, для начала вам нужно определиться с вашими ценностями. Сначала вам нужно, вот, наметить себе некоторые ориентиры в жизни. Для этого предстоит выгодить те ценности, которые вы сами себе назовете. И прислушиваться к вашим ощущениям относительно их. Дальше. Теперь, что касается непосредственно, значит, того, какой женщиной вы хотите себя видеть. Вы знаете, я довольно часто встречаю вопрос. Это не откровенность, кстати говоря? Для вас это не откровение? Наверное. Потому что вы можете увидеть вопросы, на которые я отвечаю в моем профиле, в принципе. В принципе, можете даже набрать мои ответы, послушать точнее их. Поэтому я не открою вам истину. если скажу, что часто отвечаю вопрос, который гласит примерно так же. Какая я для мужчин? И, чтобы на него, на этот вопрос ответить, я рекомендую вам спросить себя так. Какой, по вашему мнению, должен быть мужчина? То есть, какими качествами мужчина, по вашему мнению, должен обладать? Ну вот, знаете, бывает, например, так, что женщина говорит, я любому мужика заткну за пояс, например. Или женщина говорит другую фразу, например, что мне нужен такой мужик, который, ну, например, так, ну, допустим, мне нужен такой мужчина, который, скажем, что бы ты меня решал, например. Или, например, такой мужчина, с которым я могла бы, там, провести весело время, хатать и прочее. И в этой ситуации вам нужно определить, какой мужчина вам именно нравится. Заметьте, вопрос я задаю не по характеру, ой, то есть, по разобращению, не по типажу, не по, знаете, какому-то там внешнему виду. Я задаю вопрос относительно критериев мужчины, как носителя, как субъекта поведения. Потому что это то, что нам сейчас наиболее важно. Нам важно понять для себя, как таки. Что же мы все-таки хотим от мужчин? Какого мужчину мы хотим увидеть рядом с собой? кто нам, вообще-то говоря, нужен? Вот об этом об этом и давайте мы с вами подумаем. Ну, по крайней мере, попытаемся ответить на на этот вопрос. Потому что он, этот вопрос очень и очень важен. Следующий момент. вот вы говорите такую вещь достаточно ну, достаточно серьезную, что не знаете с кем вы себя представляете. знаете, так бывает, бывает достаточно часто. Я предлагаю вам вот в том, что касается данного аспекта я предлагаю вам исходить из следующей если можно так выразиться по ссылке. Вы не знаете на данный момент кем вы хотели бы себя видеть. Вы не знаете кто вы, не знаете какая вы. Давайте спросим себя. А вот вы можете сказать, какие женщины вам нравятся? На кого бы вы хотели быть похожи? Кому вы чисто вот так импонируете? Кто вызывает у вас наибольшее количество симпатий? Причем это обязательно должен быть не какой-то это человек реальный например ваша подруга а это образ собирательный образ женского поведения вот например для мужчины образом таким может являться какой-нибудь кино актер Швард Снеггер там Брюс Уиллиц Уилл Смит 20 200 стресс Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм и так далее вот вы знаете в годы моей учебы в школе учительница по физике как-то говорила мне что ей очень нравится Жан-Клод Ван Дамм но называла его человечным добрым таким наверное все помогающим наверное на это хотелось сказать и именно такой образ мужчины ей нравится это образ это идеал но на этот идеал нужно ориентироваться при выборе мужчин кстати и к вам такой же подход тоже неплохо так подошел то есть для определения критериев попробуйте вот сначала взять за идеал вот идеал идеальное сочетание качества там по дембераменту да там мягкий понимающий мужчина всепрощающий гордый жесткий авторитарный там рациональный или наоборот там какой-нибудь вспыльчивый даже как и вы ну по крайней мере вы себя так называете что вы вспыльчиво я не знаю я вас с вами не обчитался не видел как вы кричите поэтому ничего сказать по этому поводу не могу и то же самое в том что касается вас какой образ собирательный образ женского поведения вы можете для себя выбрать вы можете для себя вычислить если угодно вот в этом ключе вам и нужно двигаться работать в этом ключе вам и нужно работать чтобы решить проблему тем же вы все-таки хотите быть можно быть веселым таким немного безбашенным человеком который о себе не особо заботится к своим недостаткам относится легко ну и они никак не легко принимают недостатки других людей у всего есть обратная сторона знаете красивые люди такие идеальные у них ведь требования очень большие к себе но это еще ладно что к себе они же еще и к другим требования предъявляют и поверьте мне требования к другим у них не идут ни в каком сравнении к требованиям к себе к другим люди всегда более высоких требования предъявляют чем к себе такова природа человека так вот не каждый выдержит жить красивым человеком потому что красивый человек хочет чтобы все было вокруг него красивым если его изначально так воспитали что он достойно всего самого лучшего это такой вот образец да гипердрасированная абсолютная форма красивого модельного человека модельного человека модельной внешности понятно что в жизни бывает все по-другому и понятно что мы смотрим например мужчины смотрят по большей части на красивых женщин лечат смотрят на красивых мужчин они им восхищаются в рекламе в фильмах на страницах журналов но это все образ они им тогда кажутся идеальным до тех пор пока эти люди не встретятся в реальной жизни а в реальной жизни не выясняют то есть у каждого есть свои недостатки и что самое главное что какая бы внешность обалденно красивая у человека не была она приедается она приедается потому что на одной только внешности на одной только внешней стороне отношения не построишь я понимаю что для вас как для женщины очень важно выглядеть идеально но как я уже сказал ценности которые были тогда учились ценности которые есть сейчас которые будут они еще не появились какими они будут никто не знает не знаете и вы но важно чтобы вы не ломали свои еще не успевшие зародиться ценности этим взглядами что женщина должна быть обязательно с рацийной талии там 90-60-90 или что-нибудь еще такое в этом же духе главное ваши личностные ориентиры главное ваше 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 ценность потом всего остального вот так вот так мы с вами и разобрали два основных элемента вашего письма письма митбруч которое написано женщиной с одной стороны просто потерявшись с другой стороны желающей быть кем-то желающей быть той кем она была когда-то и с третьей стороны понимаешь что наверное такой какой она была она уже не будет даже если вернуть себе прежнюю форму понимаете сексуальность женская притягательность это не то что определяется только внешним видом это не то что определяется одеждой можно быть почти раздетой но не возбуждаться можно быть полностью одеты с головы до ног и возбуждаться зависит от того как вы себя ведете зависит от того как вы говорите зависит от того как вы себя преподносите как вы умеете себя преподносить а для этого нужно определить определить сейчас какие у вас есть слабые и сильные стороны и давайте мы отойдем с вами от этого взгляда на вещи что у вас нет сильных сторон есть только слабые стороны так не бывает давайте объективно без привязки к фигуре к вашей фигуре к вашей внешности выпишем на листе бумаги осуществление слабые стороны ну или ногами вы можете сделать как вам удобно и вот у вас будет список сильных и слабых сторон что должно делать с сильными сторонами слабые нужно преумножать развивать увеличивать поддерживать углублять что мы делаем со сторонами слабые слабые стороны всегда делаются на два вида первый вид это слабые стороны которые можно устранить еще раз повторю без привязки к фигуре без привязки к вашему внешнему виду мы не говорим сейчас о том что я надеюсь мы поняли не очень то важно недостатки делятся на две части те которые можно устранить и те которые устранить нельзя недостатки не важно здесь по какой причине нельзя устранить недостатки абсолютно это не важно важно что вы сами скажете да вот этот недостаток устранить нельзя те недостатки которые по вашему мнению можно устранить нуждаются в этом в том чтобы вы их устранили на мысль что они эти самые недостатки которые можно устранить являются по своей сути благотворной почвой плодородной почвой для обид для комплексов для неуверенности в себе и вообще говоря для всего негативного что можно получить на всех людей когда вам люди будут говорить о том что вы обладаете таким вот недостатком вы знаете что можете его устранить но не делая этого будете злиться обидаться оскорбляться вам будет неприятно поэтому если есть такие недостатки которые можно устранить желательно где-нибудь напротив этого недостатка написать план по их устранению хотя бы в общих чертах дальше недостатки которые вы не можете устранить являются тем что неотъемлемо составляет единое целое с вами недостатки которые вы не можете устранить это то что является вашей частью вашей слабостью и вместе с тем вашей силой нужно только научиться эти недостатки которые вы считаете таковыми преподносить как силу в том числе и как субъект личных отношений с мужчинами приведу вам такой пример что например я не имею математического мышления не обладаю им и наверное если бы у меня было математическое мышление а мне очень много доставалось свое время от того что я не умею решать формулу не умею считать для меня до сих пор считать самая большая проблема если бы я имел математический склад ума я бы никогда не смог бы заниматься тем что я занимался по сути я свою слабость невозможность решать математические задачи обернулся себе во благо а где предстоит сделать и вам но это ваша творческая задача в которой вам самостоятельно требуется найти решение решение придет в виде озарения инсайта тогда она придет вы будете знать как всегда вести как поступать теперь когда мы с вами обговорили план по устранению недостатков нужно сказать что этот план представляет из себя какие-то такие положения вы знаете как в законах равенство братства там социальная справедливость и так далее это идеалы и идеалы будьте честны недостижимы но мы во первых будем с ним стремиться а во вторых цель разобьем на несколько задач и каждой задачи причем самая первая задача является самой приближенной по аналогии например научиться ездить на лыжах сходить в магазин и посмотреть какие лыжи продают и какие можно купить то есть ваша задача не сразу научиться ездить и кататься на лыжах у вас главная задача в начале это сходить и купить лыжи и такая очень сложная задача если честно сходить в магазин посмотреть что-то и купить пообщаться с продавцом посоветоваться и так далее то есть любую цель можно разделить на ряд промежуточных целей у каждой из которых есть требования условия и средства для их выполнения выполнения для выполнения каждой цели вам потребуется средство да к сожалению это так каждый задача требует такого вот анализа для успешного выполнения вот в принципе и все вот в принципе и то что вам нужно сделать и может быть после прослушивания всего этого вам покажется что задача неподъемная может быть так это если говорить о знаете моментальном изменении задача неподъемно более того я вам скажу она нереальна невозможно взять себя и изменить за один раз за день за два за месяц нельзя а если предположим вы поставите себе цель сейчас например просто взять листок бумаги может быть даже не один и выписать то что я вам говорил то есть провести такую небольшую работу кстати говоря с чем не работа вместо того чтобы грустить и думать думать о том как все плохо попробуйте составить такой список у вас получится ну что это вроде знаете семантического ядра если вы знаете что это такое то поймете что я говорю то это такие древоразвития древоразвития И вы сможете увидеть четкие цели, которые вы, вероятно, спокойно можете выполнить И главное не ставить себе слишком глобальных задач Это фундаментальнейшая ошибка людей Ставить себе сразу конечную цель Ну, давайте на последок приведем еще такой пример Вот решил я поехать, например, в Китай Ну как поехать? Полететь в Китай Вы знаете, очень тяжело мне будет, если я буду постоянно думать о том, что мне нужно в Китай Вот это моя цель Я просто пойду по дороге Вот из своего дома я пойду по дороге В этот самый Китай И все Можно представить, каким абсурдным это будет поступком Ага, если бы, если я грамотный, если я грамотный человек Я сперва пойду в посольство в Китай, да Опорную визу Потом куплю билеты Потом беру вещи Понимаете, сколько много задач нужно сделать Вот так же и здесь Так же и в том, что касается вас Не тропитесь достигать глобальных конечных целей Вперва промедюточных На этом, я думаю, можно закончить Много уже получилось Всего вам доброго Я желаю вам удачи Я желаю вам того, чтобы мое видео вам помогло Ну, точнее, даже не видео, а мое вот это вот Эта зряпись помогла вам До свидания